Мы сегодняшний гость родился в Лондоне в семье актрисы и сотрудника внешней разведки. В юности увлекался политологией, математикой, спортом и тяжелым роком. В МГИМО изучал английский, французский и скандинавский языки. После окончания института ему предлагали прекрасную карьеру в Дании. Но он отказался и пришел работать корреспондентом на телевидении, потому что там ему было на тот момент гораздо интереснее. В 1987 году появилась программа, изменившая российское телевидение. Она называлась «Взгляд», я думаю, вы хорошо это помните. И с тех пор прошло много лет, и молодой, смелый тележурналист давно вырос в уважаемого крупного руководителя телеканалов, разных телеканалов страны. В гостях у программы «Рожденные в СССР сегодня» телепродюсер, политик даже, Александр Любимов. Александр, добрый вечер. Добрый вечер, Владимир. Здравствуйте. Вы так ожили в какой-то момент. Как настроение? Настроение всегда хорошее, боевое. Всегда хорошее, боевое? Ну, конечно, все впереди. Ох, как это хорошо, как это важно слышать, что все впереди. Все самое интересное, конечно, впереди. Все, что позади, уже мало интересно. Да мне кажется, для многих, вот кто взгляд начинал, вот для них это был рубеж, вот тот самый Эверест, который уже выше, ничего не будет никогда. Нет, я имею в виду, что когда ты в жизни начинаешь любить свое прошлое, значит, ты уже на пенсии. А я пока еще чувствую, что я только все иду вперед. Ну, то есть вы не наш пассажир, вы не из тех, кто любит поспоминать, поностальгировать, прошлое любить и так далее. Я его любил в настоящем, когда оно было настоящим, я его очень любил, страстно, алчно. Но пережевывать уже те чувства с позиции сегодняшнего дня, нет, не ваше. Ну, а ваше настоящее сегодня, оно интересное? Очень. Да? А у нас в стране, знаете, к счастью, вот пророческие слова Конфуция нас не касаются по поводу того, что не дай тебе Бог родиться в эпоху перемен. Мне кажется, если родиться не в эпоху перемен, то ты рано стареешь, рано становишься скучным, малоинтересным, малоподвижным и совершенно несовременным. Ну, мы с вами как раз родились в эпоху неперемен, в эпоху рожденных в СССР, я имею в виду. Переили как раз. Тот период времени, вот такой стабильности брежневской, это все было такое, все ровное, ничего не меняется. Мы уверены в завтрашнем дне. Я знаю, допустим, что я еду в Данию, или хочу, по крайней мере, я знаю, что так будет. Отец меня напутствует, и я понимаю, что эти напутствия верны, поскольку вижу его жизненный путь. А наша-то с вами жизнь, вот такая творческая, плодотворная, как раз, мне кажется, без перемен и не обходилась вовсе. Да и сейчас вся страна у нас каждые два-три года меняется. И сейчас будоражит нас постоянно. Это здорово, вы считаете? Я считаю, да. Нет, нам нет такой необходимости в какой-то стабильности, успокоенности. Не надо? Что-то, знаете, когда приезжаешь в страны с какой-то успокоенностью. Это куда? В Украину, например? В Украине, там, Франция, Англия. Тоже сейчас будоражит Францию вообще с этими мигрантами. Ну, приезжаешь в какой-нибудь провинциальный французский город. Такая тоска. Вот как у нас на Ваганьковском кладбище. В общем, вы не пожалели, что в Даню в свое время не поехали. Никогда не было сожалений. Нет, тогда были дикие страдания и переживания, потому что, ну как, можно было приехать через три года, возможно, даже с кооперативной квартирой. Потому что точно с машиной Жигули, с хрустальной люстрой, с кожаным диваном и с дубленкой. Ну да, а телевидение ведь ничего этому не сулило по тем временам. Ну, я вообще на радио попал, чтобы меня взяли на телевидение. Ну, сначала было и навещание, да? А потом уже было телевидение. Ну, вот на и навещание как-то мы так, вроде там, в такую прогрессивно-современную группу объединились. Владик Листьев, Тима Захар. Андрей Шипилов такой был, собственно, руководитель отдела «Взгляд», который первым ушел с и навещания в молодежную редакцию центрального телевидения. И, собственно, нас всех и пригласил к Лысенко и к Сагалаеву в молодежную редакцию. Ну, а молодежка-то уже гремела на тот момент, когда вы туда попали, уже вовсю. 12 этаж, меры молодежи. Я, правда, не знаю, гроб этот доходил ли до вас. У вас же своя какая-то и навещательная кухня была. И плевать вам там, что в молодежке-то и происходило. Ну, я смотрел, конечно, телевидение, но так с презрением. С презрением? Ну, потому что это все было как-то так, вот, про комсомол. Хотя у нас была очень хорошая комсомольская организация такая, и нас, на удивление, старшие товарищи уважали. Основным комсоргом и навещанием был Владик Листьев как раз, а я руководил комсомолом редакции вещающих на страны Западной Европы. Я помню исторические события, когда мы смогли повысить зарплаты всем комсомольцам. Это было историческое событие. Ну, что вы там, это там, типа, на 10 рублей, это же по тем ценам. Три похода в ресторан «Славянский базар». То есть даже вот не было вот этой чаши весов, не стоял выбор такой, еду я все-таки в заграничную свою жизнь, углубляюсь, и потом поднимаю свои бытовые условия каким-то образом на уровне машины или квартиры, или иду на это вот телевидение? Нет, переживания было, но просто я туда поехал... А что перевесило в этих переживаниях? Почему выбрали не то? Да, потому что я там был на практике и страдал. От той же скуки, про которую вы уже вспомнили, или от чего вы там страдали в Дании? Ну, помню момент, когда я просто пронзительно застрадал, когда, значит... Когда я один из немногих людей, работавших в торговом представительстве СССР в Дании, говорил по-датски, то мне поручалось каждое утро делать политинформацию, датские газеты. Я встал рано, мне привозили пачку газет, и я, значит, готовился. И вот собирались, значит, сотрудники торгпредства, и я им докладывал, что в сегодняшних газетах. И в какой-то из дней, когда я закончил, один из них поднял вопрос, что в соседнем универмаге продаются лифчики фирмы «Триумф» со скидкой. И они долго это обсуждали, значительно дольше, чем завихрения датской политики, которые меня сильно интересовали тогда. И я пришел, и что-то меня прям как нокдаун в боксе. Я решил, нет, я не смогу. То есть приеду я, может быть, и с хрустальной люстрой, в окон несчастным человеком, потому что порушит мне мозг здесь тотально. Ну, люстра хрустальная появилась в жизни позже у Александра Михайловича. Не было никогда. Так и не появилась люстра? Уже не попал в модный тренд. Она уже отходила, когда у меня появились возможности купить ее. Да я имел в виду, образно появилось, ну, обогатились чуть позже, я имею в виду, за счет телевидения, за счет того, что стали известными людьми, телезвездами по тем временам. И поэтому, я думаю, что уже вот в том момент, к сожалению, ушел. У нас есть традиция, Александр Михайлович, в начале программы наши гости о чем-то спрашивают зрительскую аудиторию. Задают какой-нибудь вопрос, желательный из той нашей жизни, из прошлой, ностальгический какой-нибудь вопрос. О чем спросим? Я пока чай буду наливать, пока вы думаете. Спасибо. Давайте так, значит, я вот задам вопрос, который мне постоянно задают студенты, когда я читаю лекции. Они меня спрашивают, а какой бы вы видели, Александр Михайлович, значит, программу «Взгляд», если бы она выходила сегодня? Я не знаю ответа на этот вопрос, мне будет интересно, если вы поделитесь своими идеями. Друзья мои, вообще, насколько насущна и необходима программа «Взгляд» сегодня, на ваш взгляд, как мне кажется, тоже уместно спросить. Может, если она появится, то в какой период времени она может появиться? Сейчас, завтра, послезавтра? В 2024 году, например, да, она может появиться? Когда придет новый президент? Да. А вы уверены, что он в 2018-м будет баллотироваться? А вы нет? Я вообще не думаю так далеко. У меня горизонт планирования там полтора года. Страна меняется каждые два года. Ничего не известно. Я думаю, сейчас бы она могла выйти на Украине, в Сирии, ну где еще? Может, во Франции, кстати. Где так все спокойно, на ваш взгляд? Ну, вот вроде там какая-то жизнь началась. Так, давайте, в какой период времени, и какой была бы эта программа, и какие лица могли бы сегодня, допустим, ее вести? 617-5197. Ничего, что я так расширил несколько ваш вопрос. Вы без обид, да, в этом отношении? Нет, понятно, что я буду один вести, и никого не пущу. Мы же звезды очень обидчивые, мы такие все. Да я не знаю, насколько вы обидчивые. Меня радует, что вы звезды очень ироничные. Вот это вот действительно меня радует. То, что вот этот вот момент самой иронии не потерялся с годами. Конечно, всех. Я общаюсь с Сережей Ломакином, мы общаемся с Димой Захаровым. Ну, Владика нет, к сожалению. С другими чуть поменьше. Но так периодически какие-то контакты все равно есть. То есть, подсказка сейчас. Оказывается, что те же самые люди в программе могут появиться. Ну, наверное, в качестве экспертов каких-нибудь уже, да? Старейших. Или там политических обозревателей, например. Как раньше было. А, Фессуненко, Цветов, Владимир Яковлевич, да-да-да. Они же к вам приходили тоже. Точно. Их всех надо политобозревателями. Правильно. В качестве политобозревателя, может, любимого прийти в эту программу. Ну, ваш взгляд, мне просто интересно. 617-5197. Давайте начнем тогда с истории. Как все начиналось, как все происходило в 87-м году. В 87-м году. Потом вернемся. Так, значит, ну, а теперь мы, наверное, можем представиться. Это Владислав Листев. Это Дмитрий Захаров. Какие тебе? Олег Вукуловский. И Александр Любимов. Как видите, нас четверо. Мы все друзья. Коллеги по работе. Мы вместе работали на Московском радио. Да, но одно имя не прозвучало еще в нашей программе. Это название нашей передачи. Вы знаете, мы очень долго думали, как назвать нашу передачу. И были разные. Слишком долго думали. Да, долго думали. Были самые разнообразные варианты. Например... Пусть нас рассуют зрители. Значит, вот я предложил название. Икс. Программа Икс. Молодежная или там ночная, или вечерняя программа Икс. Ну, переводится это... Можно не переводить, но, в принципе, информация, комментария, сенсация. Я считаю, что все должны голосовать за это название. Нет, наше, например, руководство считает, что программа под названием Взгляд имела бы очень прочное место в нашем эфире, особенно в вечернее время. Вот, Дима... Дим, как ты предлагал назвать программу? 4 с плюсом. Вот, 4 с плюсом. Вы понимаете, у Димы своеобразный взгляд вообще на жизнь, на этот мир. И 4 с плюсом это что-то непонятное, где-то близко перекликается Феллини. В общем, мнений много, названий пока нет. Мы предлагаем вам присоединиться к нашему несчастью, к поискам этого названия. И, я думаю, если мы его найдем, то тот, кто его найдет, будет гостем нашей студии. Рожденный в СССР Александр Любьемов у меня сегодня в гостях в прямом эфире, который когда-то предлагал назвать это программой «Х», о чем я, к сожалению, упустил и забыл, и не помню. А Влад уже тогда настаивал на названии «Взгляд», близко к Феллини пытался назвать «Взгляд». Влад верноподденческий озвучил название, которое придумал Влад Михайлович Сагалаев. И мы долго еще спорили в «Курилках», потому что был объявлен конкурс, что тот, кто даст название программе, тому выписывают премию. И мы все думали, а может ли главный редактор сам себе теперь выписать премию? А программу «Х» потом мы позже делали. Может быть, у вас был в гостях Саша Олеников. Это была программа «Кино», программа «Х». Это его первый был проект, когда он стал ведущим, известным тогда еще, по-моему, в Советском Союзе. То есть вы ему подарили название, да, получается? Да он сам уже это придумал, значит, это позже. И уже в рамках телекомпании «Вид» у нас он работал, сделал эту замечательную программу. Ну а как бы сегодня могла называться, если расширять вопрос Александра Михайловича, как бы сегодня могла называться эта программа? Или все-таки «Взгляд» плюс? Или «Взгляд» из-под... Не знаю, в профиле не просто вспомнил, почему-то меня это рассмешило. «Взгляд» плюс. А, или «Взгляд» из-под поля, или там «И хорошо в стране российской жить», или там «Всем пора валить». Ну, любые версии, как сегодня. Нет, если бы ходила на канале «Россия», наверное, называлась бы «Правда». А если бы на канале «Дождь», наверное, вел бы ее. Ну, это пусть решает руководство канала. А если бы на канале «Дождь», то, наверное, «Слепота». Виктор из Москвы, а у вас какая версия? Виктор, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Очень приятно, что Александр совершенно изменился. Это правда. Давно мы его не видели. Спасибо. И, конечно, программа «Взгляд» в свое время, она как бы наше представление о телевидении, в общем, разрушила и утвердила, в общем-то. И что касается вопроса, ну, я думаю, что на сегодняшний день эту программу «Взгляд» можно назвать программой ностальгии, который ведет, уважаемый нами всеми. Имя мое вспоминаете? Владимир Глазунов. Да. Вот так как. Спасибо большое. Ну, при чем здесь ностальгия? Мы же говорим о том, что, ну, разумеется, программу «Взгляд» вспоминаем. И Сашу Александра Михайловича, вернее, пригласили. Саша, отлично. Для того, чтобы вот как раз, вот, да, во времена ностальгические, если погрузиться, то можно и Саша. Для того, чтобы погрузиться в тот взгляд, действительно, который перевернул мир сознания, вообще понимание наше о телевидении. Причем, кто перевернул-то? Люди, которые в этом телевидении, не в зуб ногой совершенно, пришли туда, да, совершенно. Что такое монитор, наверное, им очень долго объясняли. Битакамы, я не знаю, были уже на тот период времени или не были. Там же видно, вот сейчас показывали фрагмент, но это же просто чудовищно. Посмотрите, как эти два, Владик в своем лучшем, значит, белом костюме, я, значит, в каком-то таком, типа, иностранном галстуке. Насколько непрофессионально мы себя ведем в кадре, это же очевидно просто. Настолько, мне кажется, вот было очевидно, что вы там как бы ненадолго для вас самих, да? Я был уверен, что нас погонят, что, собственно, и произошло довольно быстро. Ну, быстро, да. В 88-м году вас уже попросили, мягко говоря. Но потом, мне кажется, для вас было большим удивлением, что вас вернули. Ну, вот, собственно, это был переломный момент, когда нас вернули. Закрыли нас где-то в феврале 88-го, и программу стали вести другие ведущие. В частности, 8-го марта программу вел даже Саша Маслюков. Появились ведущие как раз Сергей Ломакин, Володя Мукусев. Зашел очень, понравилось публике. Саша Политковский с его репортажами замечательными. Вот. А потом в июне, по-моему, нас вернули. И уже мы поняли, что, вообще-то, это все очень серьезно. А вернули почему? Ну, как говорил наш руководитель Анатолий Григорьевич Лысенко и главный редактор Эдуард Михайлович Соголаев, что вот, типа, по просьбам трудящихся. То есть, народ запунтовался, да? Типа, мы очень всем понравились. Народ требовал предложения, да? Да. Банкета. Ну, и мы уже тогда, надо отдать должное всем к нашим коллективам, как-то поняв уже, что это серьезная такая уже, можно сказать, ну, политическая борьба, если хотите. Угу. Тогда программа стала резко становиться такой очень острой. Потому что первый ее период, он все-таки такой вот молодежно-инфантильный был. Да, музычка. Музычки было много у вас по первой части. А потом там появилось много острых сюжетов, там, сталинизм, ленинизм, там, Сахарова, я помню, брал у него интервью, там, и так далее, и так далее. Но главное, кстати, вот то, что, может быть, реально ценно, и что, может быть, было бы во взгляде, если бы сейчас его делать. Там очень много было совершенно замечательных сюжетов, вот, наших корреспондентов, и мы сами ездили, привозили, про людей, про... Чего сейчас, в принципе, на телевидении довольно мало. Сегодня зритель все-таки воспринимает телевизор как исключительный источник развлечения. Сегодня, может быть, неинтересна жизнь, вот, собственно, людей, а может быть, просто мы, как журналисты, нас не получается так рассказывать, как тогда было. Да, не подают информацию. Да, возможно, да, потому что, например, загадочно, как живет, например, там, какой-нибудь, вот, в районном центре зарплата, там, 8 тысяч рублей. Мне вот интересно, если ЖКХ, ну, минимум, трешка, там, детский сад, штука... Это нельзя сегодня озвучивать на телевидении, как живет вот при такой зарплате, при своей, и при таких вот расценках на ЖКХ человек. А мне вот еще было бы интересно про это поговорить вообще. А вот был период времени, когда об этом очень активно говорили, помните, да, и времечко, и сегоднячко появилось тогда, и проблемы живых людей, и вы по звонку буквально иногда выезжали и снимали какие-то репортажи свои. Сегодня этого действительно нет. Ну, разве что дождь иногда там чем-то балует население, слепота, простите. Наталья из Владимира. Наталья, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Володя из, могу называть Саши. Саша, я помню, что в те годы, когда вы еще были в большой моде, вы приезжали к Владимировск, был и Листьев был, Захаров был, а вот вас, по-моему, не было. Вот. Я что хотела бы сказать, очень романтичное было время, несмотря на всю его жесткость, безусловную. Ну, я бы хотела вот о чем. Я бы назвала вашу программу сейчас, в наше время. Вообще программа «Взгляд» в том виде или в ином виде, она хороша для любого времени. Так что можно не обозначать даже временные рамки. Я бы назвала, например, аспект. Вы хотите вести один. Но если бы вы вели в двух лицах, как бы разные фигуры, то было бы два аспекта. Или, может быть, в шутку, если надо, на попрать, например. Вы сидите друг против друга, два Саши Любимовых в разных видах, и ведете эту программу. Мне кажется, это было бы интересно. Или забавно хотя бы. Можно я разовью вашу идею? У Дюма же было там 20 лет спустя. Берем старый взгляд. Меня делают из меня старого голографическую, ну, как в современных фильмах, модель мультипликационную. И мы с ним общаемся. Он со мной разговаривает с позиции молодого человека, сколько, 25 или уже скоро 30 лет назад, когда мы начинали, 87-й год. Да, уже 30 лет. А я у него, как политобозреватель Игоря Фессуненко, говорю ему, нет, брат, ты поживи с мое. Нет, мне кажется, вы тот самый физиологический типаж и случай, извините меня за данную терминологию, когда модель не надо делать. Вы как законсервированы, с вами как будто ничего не происходит. А я телезвезда, потому что. Нас же держат в специальном растворе. Я понимаю, что вы телезвезда. Смотрели фильм «Аватар»? «Аватар» смотрел, да. Ну, вот такие же, только не фиолетовые и без хвостов. Мне кажется, вы сейчас на сегодняшний день телезвездой перестали быть. То есть вы ушли с экрана. И мне вас катастрофически не хватает. Вас динозаврами не назовешь того советского периода. Но в то же время, вот таких ведущих, как вы, на сегодняшний день, можно вот по пальцу в одной руке перечесть. Ну, может быть, просто сейчас такое... Вам нечего сказать сегодня на телевидении? Вам не хочется в кадре? Или почему вы не там? Да нет, я бы с удовольствием. Просто не приглашают. Было время на России какое-то у вас? Ну, вот у меня был, да, у нас проект. Это 2007 год. Мне вот предложили мои товарищи Олег Добродеев и Антон Золотопольский. По-моему, неплохо у нас получился проект «Имя Россия». Такой он гражданский, исторический. Когда мы попытались привлечь внимание страны, зрителей массовой, к истории нашего Отечества. Так было, мне очень было интересно, и вроде так оно будоражило. Но мне, конечно, интереснее исследовать современность. Ну, сейчас в телекомпании «Ивид» у вас будет такая возможность. Ну, нет. Появиться в кадре, исследовать современность, я имею в виду. Нет, у меня же нет телеканала. Прикрыть поле чудес. Почему? Зачем? Замечательно все смотрят эту программу. Да, у нее очень хорошие показатели. Да, и «Ио», и «Жди меня», там все отлично. Нет, ну как, я же не могу решать, это же решают каналы. Пока вот ни один из каналов мне не предлагал быть ведущим. Может быть, потому что, так сказать, для зрителя я связан с определенной историей политической. Ну и, так сказать, меня надо туда, ну как бы я в этом ящичке живу, вот типа до условно прихода эпохи Путина. И как бы я ассоциируюсь с тем временем, может быть. Хотя поздно работает, я не знаю. Поздно работает, Миткова работает, Пверковский, пусть на совсем другом поле, но работает все равно. Да, Дима Захаров бы работал, но там, может быть, здоровье не позволяет. Ну, все равно. Но я бы не смог работать, как там некоторые ведущие современные политических программ. У меня вообще есть абсолютно четкое убеждение, что сегодня нет общественно-политического вещания. Оно либо пропагандистское, либо развлекательное. Потому что, когда собирается, например, толпой группа товарищей, которых, в принципе, они с одного канала на другое ходят. И это одни и те же товарищи. И даже им, то есть людям, которые отражают определенные правильные взгляды, не дают высказаться. Потому что главное, такой, знаете, эмоциональный шум. И мне казалось, мы, по крайней мере, старались делать программу, где сидит какая-то дискуссия. Ну, вот мы делали, не знаю, здесь, сейчас, красный квадрат, у меня была программа. Ну, разные, неважно. Мы пытались сделать программу один на один, чтобы вот проблему, которую обсуждают гости, чтобы мы чуть-чуть, может быть, мы ее полностью не раскрыли, но чуть-чуть провернули этот ключ в замке двери, который ведет нас к открытию, чтобы стать понятнее той или иной проблемой. Сейчас этого вообще ведь нет. Они же, в принципе, вот можно взять, например, программы трех федеральных каналов и попытаться их поставить, например, старые программы поставить сейчас, которые полгода назад были. Люди вообще не заметят разницы. А так и делают иногда. Да? Тем более сейчас, в эпоху кризиса, сейчас ждут повторы сплошные. Нет, это развлекательные. А надо попробовать общественно-политические. Может быть, тоже работает. Типа поставить Соловьева, который был полгода назад. И люди, может, даже не заметят. Потому что все, опять же, на Украине все то же самое. Вся наша внутренняя политика происходит на Украине, как известно. Давайте вспомним про те программы уже ностальгические, про которые Саша только что сказал. Потом вернемся. Здравствуйте, Александр Любимов. Сегодня 13-й день, как с нами нет Влада Листьева. На прошлой неделе мы собрались, друзья, коллеги, ребята, которые работали с Владом. И думали очень долго, что же нам дальше делать. И решили, что, конечно, Влада нельзя заменить. Но что-то должно остаться. И память о Владе, его телевидение. Его программа «Час пик». Мы решили, что до 1 апреля ее будут вести друзья и коллеги Влада. Завтра Андрей Макаревич, в среду Леонид Парфенов, в четверг Володя Молчанов. Ну а сегодня в прямом эфире программа Владислава Листьева «Час пик». Сегодня «Час пик» для бывшего прокурора Москвы Геннадия Пономарева. Добрый вечер. В пятницу президент Ельцин весьма резко осудил бомбардировки НАТО в Боснии. А вчера Государственная Дума довольно длительно обсуждала ситуацию в Боснии. Сегодня один на один депутаты Думы Глеб Якунин и Александр Невзоров. А я думал, вы поставите, когда манговым соком Жириновский-Немцов. Самый любимый ваш фрагмент? Нет. Когда меня приглашают в разные эфиры, всегда ставят этот фрагмент. Ну поскольку он скандальный. Ну да, да, да. Интересно посмотреть на Владимира Вольфовича, как он заливается. Уже нет Бориса Ефимовича с нами, поэтому сейчас уже смеяться над этим не очень хорошо. Да и по тем временам, в общем, как-то это все выглядело странно. У меня было ощущение, что это как-то плохо было. Ну то есть, бывает, знаете, выходишь из эфира и думаешь, что я плохо сработал, я плохо сработал. У меня такое было ощущение. Ну вот будь я на вашем месте тогда, вот вы Жириновский, тут сиди, допустим, Немцов, и это случилось. Я просто терялся. Я не знаю, как себя вести в такой ситуации порой. Я тоже не знал. Да, то есть, был момент, какого-то, руки опустились, да? Ну я думал, у меня было две мысли. Первое, нужно было дотянуть, даже прямой эфир, нужно было дотянуть до определенного хронометража, потому что мы же, как видеокооператоры, работаем для телеканала. И там штрафы, если ты не попадаешь в хронометраж, большие. И второе, чтобы они не порвали все эти микрофоны, кабели к камерам и оптику, потому что это наша собственность, нашей маленькой телекомпании вид. Эти две мысли меня в последние несколько минут сопровождали. Это не был спровоцированный, кстати, ход заранее каким-то образом? Вы ничего не чувствовали, да? То есть, Жирик в эмоциях своих, да, это все, Жириновский, прошу прощения, все это сделал. Вы знаете, я могу раскрыть тайну. Мы с Борей дружили вообще очень близко, царство ему небесное. И он ко мне приехал, прилетел в Москву, он тогда был губернатором Нижегородской губернии, Нижегородской области, он приехал, показал мне журнал «Плейбой», по-моему, где Жириновский давал интервью. И там, в частности, ну там, по крайней мере в тексте в этом журнале, было очевидно, что он признается в том, что он гомосексуалист. И он со мной советовался, вот типа, я это, я говорю, Боря, ну это какой-то вообще, это какой-то порожняк, ну, у нас же все-таки, ну, мы же про политику говорим, но это, ну, ниже пояса. Он говорит, ну, он так, Жириновский такой, говорил мне Боря, с ним можно разговаривать только так. Боря, он ко мне тут приезжал, а Жириновский там во время, это же избирательная кампания, он ездил по губерниям, значит. И Боря говорит, представляешь, он пришел ко мне в кабинет, а я был в городе, там, на летучку проводил, и украл пепельницу. Я говорю, ну, хорошо, тогда скажи, хотя бы лучше про это, чем про... Вот. Но, тем не менее, там произошел момент, когда Жириновский начал подробно говорить о том, что Нижегородская губерния лидирует в России и по количеству больных венерологическими, венерическими заболеваниями, это, конечно, Борю взбесило, потому что, наверное, это, скорее всего, было, ну, либо очень серьезное преувеличение, либо... Ну, провокация, конечно. Провокация. И он прямо, я вытащил этот журнал, и Жириновский в этот момент понял. Остается там буквально же, оставалось там 4, может быть, минуты. И он, я думаю, возможно, если для него это было чувствительно, если бы Борис назвал его, ну, или, так сказать, намекнул, что он не гетеросексуальная ориентация, и он это сделал. Может быть, вот так, версия, не знаю. Зато сейчас мы знаем, что это был манговый сок. Оказывается, я-то думал всю жизнь это апельсиновый. Нет, он был манговый, очень липкий, поэтому, когда все закончилось, Жириновский, значит, он буршевал, и у него на манговый случайно задел, значит, гримершу, и вся эта пудра на него еще сверху. Ну, это было вообще шоу. А за кадром не было продолжения никакого? Было. Да, что там они за кадром? Мы договорились не рассказывать. Все трое договорились не рассказывать. А, то есть не дали рассказывать, да? То есть там все серьезно было? Нет, ну, не так, что прямо серьезно-серьезно. Ну, просто, ну, все-таки Владимир Горькович пока еще политик в Российской Федерации, там, умеренно популярный, но, тем не менее, Борис тоже был. Да, да, да. Мы договорились, что, ну, как бы, за кадром, знаешь, за кадром. Ну, да, нам достаточно того, что было в кадре. Наталья из Оренбурга. Наталья, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброй ночи уже у вас. Да, здрасте. Здравствуйте, Александр. Здрасте. Среди вас был один единственный человек гениальный, это Владислав Листьев. Когда он погиб, это была национальная трагедия. Остальные взгляды все постарели, подурнели, продали за 30 серебряников госдепу. Вот такой поганый итог вашей деятельности. Слушайте, раньше я был молодой и красивый, а сейчас я просто красивый, по-моему, нет? Может, в Оренбурге вас просто плохо показывают? Не те ключевые слова, мне кажется, Александр Михайлович услышал сейчас в вашем выступлении по поводу молодого и красивого. Ну, это значит, сразу фильм Гурченко вспоминается. Ах, ты, сучка, Крашенко. Ну, почему же Крашенко? Это мой натуральный цвет. Именно. Так и здесь, Саша. Не относительно того, что продали себе госдепу или там постарели, подурнели, а самый порядочный, оказывается, был среди вас Влад Листьев, а вы остальные все такие непорядочные люди. Вот что говорил телезритель. Я считаю, что, да, людям жить сегодня непросто, но стало жить все равно, мне кажется, намного лучше, чем в Советском Союзе, если мы вспоминаем те времена, с точки зрения свобод, возможностей и даже, в принципе, уровня жизни, который поднялся по сравнению с тем, как люди в основной своей массе жили тогда. И, мне кажется, каждый из нас, как гражданин своей страны, должен это очень ценить. И, в том числе, ценить это таким образом, чтобы не нарушать свободу другого человека своей свободы самовыражения. Эта уважаемая дама может иметь какие угодно взгляды, но сформулировать их тогда надо так, чтобы это было интересно обсуждать. Ну да, да, да. А в таком формате, ну, окей. Я сейчас покажу вам человека, который может сформулировать так, после чего, наверное, будет интересно обсуждать, не будет опускаться до плинтуса оскорблений, но, тем не менее, сделает свою такую характеристику относительно тех людей, с которыми он начинал когда-то программу взглядов. Они же не были вот такими, ну, не разлей вода. Жизнь, она разводит, у них были довольно разные вкусы, довольно разные наклонности, стремления. Они были видны в команду в тот момент, когда они делали передачу. Потом каждый из них выбрал самостоятельный путь. На мой взгляд, когда они были вместе, были видны достоинства каждого. Когда они стали работать по отдельности, стали видны недостатки каждого. Мне тоже жалко, что распалась команда, но если распались бетлы, чего ж ты хочешь от взгляда. Это было время, знаешь, само время нас объединило. Ну, здесь не поспоришь с Анатолием Григорьевичем. Да, Анатоли замечательный, конечно. Для вас он Толя всегда был, мне кажется. А вообще меня это поразило, почему я полюбил телевидение, конечно, когда я пришел. И что все на «ты», Толя Лысый, кликочка у него, значит, либо Толя Анатолий Григорьевич. Ну, я говорил Анатолию Григорьевичу, что у нас на навещании не принято было. Но мне так вот это прям понравилось, вот этот демократизм. А потом я впитал и вообще саму культуру телевидения, где невозможно быть авторитетом. То есть нельзя просто начать там типа с младшего сержанта и стать генералом. Ты должен все равно каждый раз доказывать, что ты что-то можешь. И это, конечно, такое очень энергетически богатое поле деятельности. То есть ты всю жизнь находишься в состоянии конкуренции с самим собой. Это да, особенно когда ты уже там на определенной вершине находишься, тогда да. А что касается вашего, можно опровергнуть, на примере того же Вани Демидова, когда нельзя начать там с кефрейтера и подняться до уровня мегазвезды. Совершенно же начиналось все иначе у Вани. В тот момент, когда вы тосковали по режиссеру, мы сами ничего делать не умели. Володь, ну вот понимаете, вот он доказывал, он реально, вот мы с ним приходим на площадку, и Ваня, вот он говорит, вот свет так, камера так. И стоят более опытные режиссеры, старшие операторы, и они понимают, что он прав, потому что они видят, какая картинка. Вот и все, он это доказывал. Так же, как я приходил на площадку, и я людям, которые со мной работали, мог показать то, что нужно сделать по-другому. Вот и все. Следующий звонок из Москвы. Сергей, добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер. Владимир, добрый вечер. Александр, спасибо большое вам за гости. Единственное, я хотел бы вас спросить, у меня два вопроса к Александру. Александр, вот вы после того, что участвовали в выборной кампании Ельцена, скажите, пожалуйста, вот вас до сих пор совесть это не мучает? И второй вопрос, то, что Владимир Мукусев рассказывает про Анатолия Лысенко, вы считаете, что это все правда? Такие два острых вопроса. Мне нужно, по первому вопросу, нужно уточнение. Какую вы имеете кампанию в виду? Потому что была, я дважды принимал участие. Была кампания 96-го года, да? Ну и была кампания, собственно, сложная в 91-м. В 91-м году. И сложная кампания была в 93-м году, да? За которую Ельцин потом и каялся. Ну это парламентская. Да, парламентская. Это не президентская. Ну я не знаю, про какое мучение совести вас спрашивают в данном случае, но мне кажется, она не то, что любимого, она Ельцина мучила самого. Почему он и каялся потом? Ну он не каялся за это. Он каялся, я считаю, и это, конечно, было очень мужественно. Он говорил про войну в Чечне. Потому что это, конечно, страшная трагедия. И слава богу, вот эти времена прошли. Уже можно просить Кадырову и все эти его идиотские выходки в интернете. Слава богу, что не убивают людей. Это было чудовищно. А, по поводу стыда? Нет. Вы знаете, ну, мне повезло, что я находился, ну вот, можно сказать, где-то на краю бутылочного горла, где вот, так сказать, менялись эпохи. Несколько раз. Может быть, даже очень много раз. В 91-м, в 93-м, в 95-м, когда меня пригласили. Точнее, я сам пришел, несмотря на конфликт с Ельцином, когда в 93-м году закрыли мою программу. В 95-м я пришел в администрацию президента и говорил, что я хотел бы участвовать в избирательной кампании Бориса Николаевича. Потому что, ну, выбор был очень такой тяжелый. Либо обратно в коммунизм, либо вперед. Да, и там, конечно, нам, русским людям, очень свойственно легко отрицать свое прошлое. Я считаю, это, кстати, тоже вот от того, что мы не совсем, ну, как бы, не цивилизовались еще. Потому что, в принципе, здоровая сильная нация, она там, да, сглатывает горечь, но она чтит свое прошлое. Ну, или там, так сказать, ну, не перечеркивает, потому что это наша жизнь. Перечеркиваю Ельцин, вы перечеркиваете, там, собственно, свою молодость, не знаю, там, 15 лет жизни. Я не знаю, насколько перечеркивает Мукусев, если об этом сейчас спросил наш телезритель. А про это я ничего не знаю. Относительно Лысенко, там, то, что там кто-то бегал, стучал, или он сам бегал, и так далее, вот что-то такое. Я тоже так, то, что слышал, рассказывал. Я не читал. Я не знаю, о чем идет речь, я знаю, там, некоторые Володины выступления. Вы знаете, мне кажется, у него, как бы, он эмоционально очень иногда говорит вещи, которые, ну, просто реально не соответствуют действительности. И жалко, что, ну, они Толю ранили, вот, и, конечно, это и бесчеловечно, и несправедливо, и, ну, и просто глупо. Потому что все-таки, ну, ты можешь, там, любить, не любить, там, супругу, детей, но когда это такого уровня чувства, которые, в принципе, в рабочем коллективе не должны вообще присутствовать, вдруг выносят, да еще на публику, это как-то не по-взрослому, не по-мужски. Что касается, вычеркиваете, своего прошлого, конечно, один из самых острых моментов того самого прошлого, о котором мы сегодня вспоминаем, это был, конечно, 93-й год. И вот если про Чечню, Саша сказал некоторое время назад, кто знает, хотя в сослагательном наполнении всегда сложно говорить, может быть, и не случись в той самой Чечне, если бы мы повели себя по-другому в 93-м году, да? Ну, существует такая версия, я вообще боюсь этих исторических натяжек и выводов, потому что берешь любое историческое событие, читаешь разных историков, разных свидетелей, и все по-разному, люди абсолютно разные делают выводы. Но существует такая версия, что, типа, вот либеральная общественность, там, ну, грубо говоря, там, интеллигенция, в кавычках, или без, тем, что попустительствовало Ельцину в 93-м году и пролилась кровь на улицах Москвы, это, так сказать, развязало ему руки. На самом деле, у меня иное представление об этом. Борис Николаевич был человек, очень масштабная личность, и когда, наконец, он пришел к власти, вот это, возьмите свободы столько, сколько вы хотите, ну, и он, может быть, и не предполагал, что они возьмут, и так бездарно этим распорядятся, как получилось в некоторых регионах. А в Чечне вообще драма, потому что, ну, Кавказ же устроен, и мы сейчас это знаем уже хорошо. Есть у меня еще две минуты, потому что это важно. Да, про Кавказ сейчас актуально. Да, значит, он же управляется по-другому. Там, суди, например, получают зарплату, но реально к ним никто не приходит, решают старейшины. Ну, я имею в виду, там, горные районы, да. Там существует, там, тейповый порядок, который, ну, как-то накладывается на нашу систему государственного управления, но своим, своеобразным образом. В частности, в 91-м году во время путча коммунистического в августе док Угапурж Завгаев, первый секретарь чечено-ингушского обкома, поддержал путчистов. Я думаю, что вот с точки зрения его, вот, этой чечено-ингушетии, он просто сказал, ну, типа, чтобы народ, типа, все будет нормально. Ну, что он не был, просто людей. Да, но для пришедшему к власти Ельцину, и вокруг него были люди, которые очень такие были, ну, мстительно-подстрекательского плана, не хочу фамилии. Ну, приблизительно, люди понимают, о чем я говорю, если вспомнят. Вот, его уволили, а там, извините, были, вот, так сказать, равнинные, более-менее такие цивилизованные, с казаками уже такие сожительствующие. А были горные, там, менее образованные, не такие цивилизованные, не такие богатые. Ну, вот и началось. А что касается 1993 года, да, там, ну, я не знаю, покажете ли вы фрагмент моего выступления, исторического, после чего, точнее, программу мою закрыли и до моего выступления. Но после этого, так сказать, был запрет на профессии некоторое время, которое потом удалось преодолеть. Ну, в общем, да, я не поддержал, вот, и не понимал. С точки зрения, наверное, истории России, ну, вероятно, другого выхода не было. Мне казалось, что человек, который привел к власти в 1991 году, там, и Рудского, и Хасбулатова, в 1993, через полтора года после этого, мог бы, в принципе, ну, как-то за них ответить. Ну, возможно, я не понимаю нюансов. То есть не было возможности каким-то образом сбалансировать ситуацию в обществе, да? Меня это очень удивило тогда, что соратники, ну, опять же, вот про Мукусева, понимаете, мы делали программу «Взгляд». Вот Толя там говорит важные вещи, там, Лысенко, но нельзя, это же наше общее детище, мы не можем его разрушить. Там, нравится мне Мукусев, там, он тоже такой же был ведущей передачей, как и я, там, ну, там, более популярный, менее популярный, неважно. Но он делает замечательные сюжеты, и, там, нравится, я ему нравлюсь. Кого это вообще волнует, если мы каждую пятницу в эфире? Так и здесь, понимаете? Вот меня просто поразило, что, начиная, там, с 92-го года идет эскалация. В этом Белом доме, где я уже был депутатом, это бесконечное оружие, вот это все, и все это позволяется. А что поразило-то? То, что вот движенцы Лен Гельцинова просто против него развернули кампанию? Конечно. Меня поразило, что это, оказывается, люди, которым вообще наплевать на страну, им важны их амбиции. Они вот твердо уверены, что вот они вот все знают, как надо правильно сделать, и не способны идти на компромисс. Это, ну, чудовищный урок. Слава богу, что, может быть, чему-то научились. Вот украинцы до сих пор учатся. Да, украинцы учатся до сих пор, но вспомним их первые Майданы, там все без кровопролития прошло. Да, это, кстати, меня там поражало, думаю, какой же все-таки украинский народ. Вот им типа поесть, поговорить важнее, чем подраться. А выяснилось, что на самом деле все еще ужаснее. Ну, давайте вспомним тут историческую веху. Два мнения мы сейчас услышим о событиях 93-го года. Сашина мнение и одной актрисы известной. Потом вернемся. Убивали, морили, сажали в сумасшедшие дома. Теперь к этой проклятой конституции пишут поправки. И главное, что в этих поправках – привилегии. И сейчас за эту конституцию, где уже вписаны, воткнуты их привилегии. Они убивают ни в чем не повинных людей. Друзья мои, проснитесь, не спите. Сегодня ночью решается судьба несчастной России. Нашей несчастной Родины. Наша несчастная Родина в опасности. Не спите. Я предлагаю никуда не ходить. И никого не защищать. Наш дом – это наша страна. Она действительно большая. Больше, чем 4 квадратных километра. Вот посмотрите, вот мы здесь все собрались. Дайте общий план. Вот мы все сидели в разных компаниях. Выпивали. Мы сразу созвонились и приехали сюда. Что просто посмотрите вам в глаза. Давайте вот сейчас посмотрим друг друга в глаза. Попытаемся улыбнуться, как бы это ни было тяжело. И спокойно ляжем спать. А завтра разберемся. Рожденный в СССР Александр Любимов про то самое историческое выступление Саша вспоминал некоторое время назад. Не подозревая, покажем мы его или нет. После этого, конечно, последовали какие-то санкции в адрес Любимова. И Лосенко, по-моему, выступил с осуждением. Это уже политика. Я-то видел, что вы на улице. У меня журналисты работали везде у нас. Тогда уже были рации. Мы слышали, что происходит. Когда по городу нет ни одного постового милиционера. Это не бывает случайным. Особенно в те годы. И ездит БТР с непонятной символикой. Это еще до того, как взяли Останкино. Еще бой за Останкино не начался. Это, кстати, вызывает большие вопросы. Это потом телевидение будет отключено? Нет, отключили его заранее. Специально. Это уже в материалах уголовного дела есть. Телевидение отключить невозможно. Его отключили именно, чтобы создать состояние. Выключили футбольный матч. Более того, есть косвенные свидетельства того, что Борис Николаевич давали странную информацию. Когда его вертолет посадили в Кремле на какую-то траву. Потому что в Москве нет более мест, где президент может быть в безопасности. Чтобы была абсолютная неправда. Кожаков же не знал, что в телекамерах есть еще пушки. Кроме этих микрофонов. И там на пушку четко слышно. Они взяли Останкино. А это было неправда. Его дезинформировали. Когда по городу ездит БТР, и исполняющий обязанность премьер-министра призывает всех на эти улицы выходить. Это чудовищно. Это просто людей превращать. Это же в мясо. А актеры, замечательно, я обожаю актрису Ахиджакову. Но, понимаете, актеры все-таки цены нам тем, что они способны осмыслить чужие тексты наших классиков, великих писателей. И передать персонажей, которым предлагает сыграть режиссер, так, что нас это всех потрясает. А политика это совсем другая вообще история. Ну, актеры тоже могут быть политиками. И певцы известные могут быть политиками на протяжении многих лет народных артистов СССР. Я даже сейчас имею в виду. Ахиджаков всегда был человеком неравнодушным. Всегда человеком с гражданской позицией, помимо текстов, которые она учит. Классиков я имею в виду. А кто ответит за погибших? А если бы тогда в ту ночь вот эти БТРы раздавили бы эту толпу около здания Моссовета на Тверской, она бы ответила? Ну, она бы нашла, что сказать. Подождите, мы говорим про то, что это наша страна. Мы все граждане страны. Я не требую, чтобы кто-то отвечал лично. Я просто говорю, что в таких ситуациях, мне кажется, вот возвращаясь к вопросу этой женщины из Оренбурга, нужно быть друг к другу терпимее, осторожнее и внимательнее. Особенно, когда такие сложнейшие происходят события в столице. Вот только о чем я и говорил тогда, когда то, что вы показывали. И в этом был смысл этого выступления, что нельзя сейчас вот так вот резко, потому что это гражданская война. Но вас не поняли тогда вот с той позиции? Не услышали ту интонацию, которую вы вкладываете сейчас разъяснительно в эти слова? Не понял тот же Лысенко, не понял тот же Попцов фрагмент из интервью с ним прямо сейчас? В резюме говорить бессмысленно. Мне стыдно даже комментировать любимого. Просто стыдно, потому что это был акт откровенного предательства, и Саша даже этого не осознавал. Ну, понимаете, для каждого поступка, для осознания каждого поступка, надо не только его совершить, ум, но и осознать. Вот у Саши этого нет. Таким образом он поставил взгляд вне всего и всю свою команду. Мы с Олегом Максимовичем точно по разные стороны были баррикад тогда. Его позиция мне понятна, особенно как чиновника и руководителя. Его политические взгляды, собственно, раскрывался он именно в программе «Взгляд», и, возможно, благодаря тому, что он очень часто выступал, и очень, кстати, хорошо выступал в программе «Взгляд», он и получил возможность сделать политическую карьеру в ельцинскую эпоху. Но история, мне кажется, нас рассудила. Вот я до сих пор, уже прошло сколько лет, просто регулярно мне люди говорят спасибо за то, что я говорил в 93-м году. И там, возможно, Олег Максимович прав, что я что-то не осознавал, что мы такие все были еще дети. Я с ним не согласен, но просто чтобы уже совсем его не закапывать в песок. Но интонация... А почему нужно быть обязательно... Вот вы говорите, вы меня не поняли, или там Попцов меня не понял, или там Лысенко. Вы знаете, быть понятным, или быть вот, так сказать, в конъюнктуре, это, по-моему, не так сложно. Это намного проще. Смотрите на наши, там, избирательные кампании, посмотрите на интервью разных политических деятелей, там, в прессе. Это же очень просто. Особенно просто эксплуатировать слабости людей, их трудности, их недостатки, их комплексы. Это очень просто. Этому искусству вообще очень легко научиться. Ленин, Троцкий, Керенский, Гитлер. Масса примеров. А в современной России тоже. В Америке. Ну да, большинство не всегда право. Уже только потому, что на большинство, так по-то же бывает. По-разному бывает. Слушайте, история нас рассудит. Я пока, мне кажется, у Олега Максимовича большие проблемы сегодня, например, объясниться с Россией, чем у меня. Третье звонок из Подмосковья. Павел, добрый вечер. Павел, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Александр, вот я хочу вам рассказать то впечатление, как-то ваша программа производила на нас, летчиков. Мы в то время переучивались в Рязани на новый тип самолета, Тавтовским полком 3-2. И вот вечером, значит, собирались, в общем-то, летчики, смотрели вашу передачу «Взгляд». И вот на фоне того вранья, в общем-то, которое слилось, что называется, с экранов телевизора о том, как все хорошо жить, вот ваша программа была вот как глоток свободы какой-то, вот глоток воздуха чистого, как будто воды хорошей выпил из, не знаю, из колодца, из креницы, из родника. Спасибо. Для нас тоже, поверьте, хоть мы и сидели в студии, для нас это тоже был глоток свободы. Что-то не то, что-то не то творит, телевизора такие же вещи показывает. А когда мы приехали, там, ну, на побывку на старту, я увидел, как снимали «Павятник Ленина», там, перед «Связковской академией», значит, был «Павятник Ленина». И вот снимали точно так же, как снимали Дзержинского на площади, то есть краном, подняли, он повисел минут 20, митинг провели, и, говорит, да, страна, говорит, пошла не ту сторону. Что-то будет, что-то будет, это был 87-й год. Вот. Вопрос такой. Вот сейчас очевидно, что тоже как бы страна, вот тогда было распутье. То есть, можно было в одну сторону пойти, можно было в другую. Пошли там в одну определенную сторону. Вот у меня впечатление такое, что сейчас мы тоже на очередном распутье находимся. Вот ваш прогноз, и, мы начали, что, как бы, я свернули немножко не туда. Вот ваш прогноз и ваше мнение. Куда мы, в этом счете, придем, если пойдем сейчас по этому пути, по-нешнему? Ну, вы знаете, по крайней мере, вот смотрите, есть, ну, вообще, русская душа, мы так устроены, что мы вот все время ищем, значит, проблемы, ищем сложности. Ну, может быть, потому что история России такая кровавая, что, какое-то вот это чувство самосохранения, оно нас заставляет все время, там, предвидеть худшее. Но, тем не менее, там, при том, что, там, там, во время избирательной кампании 11-го года, там, 12-го года, когда Прохоров был кандидатом в президенты, я был, занимался политикой и был оппонентом, кандидат в президенты Путина. Я считаю, что мы все, включая политических оппонентов его, должны признать, что за период его правления, там, уровень жизни поднялся невероятным образом. В стране появилась стабильность, люди стали себя чувствовать уверенно, духовно, я не знаю, и материально, и, там, стало больше детей рожать, рожаться, да, и, там, люди стали спортом заниматься, вот, появился спортивный даже канал, такой, национальный, который, ну, то есть, масса вещей, которые произошли, они очень позитивные. я не чувствую вот это ощущение развилки, потому что историческая развилка, это, ну, революция, да, такая вот жесткая развилка, и, мне кажется, вот эта точка, вот, слома, она точно еще не подошла, и, надеюсь, ее точно не будет. В стране нет спроса на революцию, нет спроса на смену, вот, курса, как это было, собственно, вот в те годы, когда мы делали программу «Взгляд», и вот то, что фрагменты ставили, вот этот, 91-й год, там, 93-й год, слава Богу, нет. И возникает дальше вопрос, сейчас, как я понимаю, какое-то время, вот, идет там сложная внешнеполитическая игра, которая как-то повернет, провернет вот эти жернова мировой политики, что-то, и поставит Россию каким-то иным образом в валентности с другими мировыми державами, а дальше встанут, конечно, вопросы, нужна очевидная реформа государственного управления, нужна политическая конкуренция в публичной политике, то есть нужны вещи, которые делают вылазь транспарентной и контролируемой, потому что иначе развиваться, быть современным государством Россия не сможет. Но это не такого уровня вызовы, как были тогда. И те самые тяжелые решения, самые тяжелые вызовы, конечно, принял на себя Ельцин. Я не думаю, и там люди, которые там сейчас, например, высказываются против Ельцина, какой он был плохой, опять же, это тяжелое решение, 92-й год, вот эта инфляция 2600%, по-моему, была в течение, ну что-то чудовищное. Неужели люди думают, что президент страны Ельцин, простой человек, который прожил сложнейшую жизнь, от Сталина до Горбачева, что он сделал с удовольствием, а получал от этого удовольствие. Но в стране через такой вот сложный перелом появилась рыночная экономика. Вот все, что сейчас есть, оно началось тогда. Можно ли было по-другому? Давайте про это спорить. Но точно нельзя это отрицать. Это другой вопрос, можно было по-другому или нет, но вы меня сейчас успокоили, даже каким-то образом, потому что многие песни Цоя сегодня считают актуальным относительно того, что мы ждем перемен именно сегодня, именно сейчас. Телеканал, который вы назвали «Слепота», канал «Дождь». Нет, я сказал, что если программа «Взгляд», там должна быть, ну как бы, слепота, здесь правда. Я имел в виду, что, слава богу, кстати, есть разные каналы уже у нас. Да, есть разные каналы, которые не считают совершенно, вашу точку мнения не разделяют, «Дождь», «Радио Эхо Москвы», я думаю, вы, наверное, слушаете иногда. Ну да, наверное, не знаю. И как бы вот революционную почву больше чувствуют, чем вы? Приближение перемен. Мне кажется счастье, что существуют и они, и, например, РБК, к которому я имею отношение, который, на мой взгляд, все-таки более взвешенный и отрезает очень маргинальные точки зрения, но, тем не менее, способен критиковать правительство, особенно его экономическую программу, и, в общем, пытается представлять разные точки зрения и не заниматься пропагандой. И есть государственные телевидения, которые, ну, финансируются, государственными, соответственно, продвигают интересы государства, как их понимает сегодня, так сказать, управляющие этим процессом. А государственное телевидение вас сегодня радует? Своим выполнением? У меня лично нет. Слушайте, главный шпану людей радовал. Я, в принципе, спокойно. Меня поражает, что оно радует людей, потому что там либо откровенная развлекуха, либо откровенный негатив. Телевидение, мы с вами в прошлый раз говорили, это зеркало, которое отражает как хорошее, так и плохое. У нас что-нибудь хорошее в стране происходит, которое нужно показывать по телевидению? Кроме канала «Спорт», про который вы вспомнили. Да, канал «Мач ТВ» замечательно. Что у нас еще? Да много все происходит. В стране есть, которые нужно показывать каждый день. Мосты строятся, там, не знаю, дома. Поезжайте по стране, посмотрите, очень много чего происходит. Это вы сейчас с коллегами с вами говорите, телевизионщиками, я надеюсь, да, поезжайте посмотреть? Нет. Потому что этого не показывают по телевидению сегодня? Ну, произошло, понимаете, телевидение, про которое вы говорите, большие телеканалы, но они вообще, ну, мы не можем сравнивать тот период истории, когда была, например, программа «Взгляд», да, спасибо, кстати, еще раз замечательному летчику за такие теплые слова, но, понимаете, у людей не было, у них был голод информационный, сейчас у вас есть возможность, там, миллионы интернет-сайтов, там, куча вообще, читайте, вот, что хотите. Ну, интернет, это не телевидение. Ну, какая разница? Это все информационная среда, какая разница? Это другая аудитория, которая читает в интернете информацию, а более возрастная аудитория сегодня бесконечно смотрит вот эти вот концерты, никому не понятные. Ну, нравится. Из пальцев высосанное шоу, когда на дельфинах прыгают или бегают. Что это плохого, кроме хорошего, скажите. Ну, что хорошего, издеваться над бедными животными, над бедными дельфинами. Мне жалко в данном случае. Просто жаль, потому что они по-разному соответствуют нашим с вами Саше, как мне кажется. Сейчас будут мучить звезд, они будут сейчас... Да мне не жалко этих звезд, пусть их замучают вообще. Ну, совершенно не жалко. Животным жалко. Мне кажется, кризис идей какой-то непонятный. Новости включишь, начинается сразу, там убили, там пристрелили, там мигранты и так далее. Положительный момент есть в нашей жизни? Сегодня трудно сделать популярную программу так, чтобы ее смотрело там 2-3 миллиона зрителей хотя бы. Трудно, потому что у людей разные вкусы. У них появилось больше свободного времени, у них появились деньги, чтобы там ходить в театры, покупать книги, ездить за границу, просто общаться. И людей, которые готовы, вот как вы говорите, сидеть и вот смотреть телевизор, все меньше и меньше. Новые поколения вообще по-другому сориентированы в этом видеопространстве. Количество каналов, сколько их в России? 300, 400? Не важно, сколько их, каждый говорит либо про медицину, либо как делать ремонты, либо строить дома, либо жрать готовим бесконечно. Ну вот одно и то же. Это рынок. Альтернатива что? Цензура? Рынок. Или компания «Вид» изменится в ближайшее время? Как вы думаете? Ну, мы разные предлагаем каналам проекты, и публицистические, и очень такие неожиданные по новому жанру, и сериалы делаем. Ну, много всего. Так я даже не знаю. Что значит? Да кого вообще интересует? Важно, человеку нравится? Показывать ему сейчас, ему это нравится, да, или нет. Вы вернулись в «Вид», правильно? Да. Вот это нужно сказать. Почему я вас вначале так робко спрашивал относительно того, чем наполнена ваша жизнь сегодня, Александр Спортилович? Насколько вам интересны настоящие и так далее? Это я вот все так витей вату спрашиваю. РБК и «Вид». РБК и «Вид» у вас сегодня, да? Ну вот, единственное, что вы не в кадре, а все остальное у меня... С удовольствием вы приглашаете. Я готов. Наша телезрительница Моника Котова из Ростова-на-Дону адресует вам вот такие поэтические строки. Что ностальгия, когда человека в преодолении вечных преград тянет на миг из текущего этого века бросить в минувший задумчивый взгляд? Что там осталось? Фамилии, люди, страх перспективы, съедающий быт? Кто их застал, никогда не забудет тот легендарный волнующий вид. Умных гадалок им было не надо, опережая развал и дефолт, резал любимого с друзьями по взгляду в виде страны приготовленный торт. Что ностальгия? Минувшего века, воспоминаний, волнующий час, имя всего одного человека. Это уже ностальгия для нас. Это была реальная история с тортом, да? Да, это когда мы закрывали взгляд, потому что взгляд так или иначе для большинства, трудно сказать за всех, но так казалось, что для большинства аудиторий все-таки ассоциировалось с тем, что это программа антисоветская. И когда, собственно, победила, наконец, антисоветская власть, то мы не понимали, как дальше эту программу продолжать. И она возобновилась в 1994 году уже, где ведущий были я и Сережа Бодрова, я пригласил. Но она была другая совсем. Она была такая, совсем погруженная в жизнь людей, такая очень человеческая. Она не имела политических никаких таких коннотаций острых. Последним из эфира. А резали, это последний эфир 1991 года, Игорь Леонидович Кириллов, который мы пригрели, его выкинули отовсюду, он резал СССР на куски, потому что как раз красный флаг спустили в Кремле. Александр, любимый был у меня сегодня. Спасибо большое. Спасибо, Саша. Встречаемся завтра, друзья мои, как обычно, в 22 часа в прямом эфире. До встречи. Рождённый БСССР! Рождённый БСССР!